Дольщики компании «Самара Горстрой» ждут своих квартир почти 10 лет. Дом должны были возвести на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Фирма обанкротилась и на этапе Котлована в 2014 году площадку передали новому застройщику компании «Новый город». Сейчас она завершает строительство жилого комплекса «Елинская плаза». Вот только обманутым дольщикам «Самара Горстрой» квартиры здесь выделять не планируют. «Минстрой разводит руками. Новый город говорит, вы нет, никто звать вас никак. Вложили все деньги сюда. До сих пор мы мотаемся, я мотаюсь по съемным квартирам, у меня уже двое детей. У меня нет возможности приобретать жилье, потому что все деньги были вложены». «У нас должен быть защитник в лице Министерства Самарской области. Не так, чтобы мы бегали сами по юристам, по судам, выясняя, что нам положено, как нам идти по этому пути». «На сегодняшний день ситуация сложилась такая, что квартиры в этих домах будут продаваться и продаются уже давно. Совершенно другим людям». Между Министерством строительства региона, администрацией «Самара» и компанией «Новый город» заключен договор. В документе прописано, что застройщик берет на себя обязательство предоставить квартиры 120 обманутым дольщикам. В компании поясняют, в контракте нет привязки к конкретному месту, и они имеют право построить жилье там, где им удобно. Дольщикам никто не обещал, что в границах этого земельного участка они получат квартиры. Это вот их вот какая-то такая придумка. Она не основана ни на законе, ни на положениях, ни на правилах проведения конкурса, ни на законодательстве Самарской области. До 2019 года данные дольщики будут удовлетворены. То есть с ними будет заключен договор долевого участка строительства. Пока такие договоры не подписаны, сейчас застройщик вместе с Минстроем решают, на какой площадке будут строить дом для обманутых дольщиков Самарогорстроя. Тем временем, устав ждать, более 20 человек обратились в суд. Они требуют признать свои права на квартиры в жилом комплексе «Ильинская плаза». Первое заседание в Ленинском районном суде Самара назначено на 17 апреля. ТЭР будет следить за развитием событий.